Приятные цены, широкий ассортимент, система скидок, бонусная программа и, конечно же, акция. В преддверии новогодних праздников за покупки получайте подарки. За подробностями спешите в магазин «Премьер» по адресу улицы Кутузова, 16. Ну, традиционно, да, поблагодарим соперника за игру. Все-таки счет 6-1, наверное, не отражает то, что было на льду, потому что команда Новокузнецкая, мы наставили ребят на это. Очень боевая, молодая, озорная команда, играет в активный хоккей, поэтому так получилось. Да, сегодня у нас и большинство сработало, в обороне неплохо отыграли, забили удачно, но, тем не менее, игра была нелегкой. И счет 6-1 в нашу пользу, да, мы берем эти три очка и едем дальше, но, тем не менее, хочу сказать, что было очень тяжело, тяжело на протяжении всех 60 минут. Спасибо Андрею, мы давно знакомы с ним, спасибо за поддержку. По игре хочу сказать только, что ребятам претензий нет, да, они забили, были моменты, но сейчас ребята просто в такой яме глубокой, что она не идет, эта шайба. Но через только работу, работать и еще раз работать. Но отдельно я хочу сказать по судейству, я не знаю, пусть он меня там оштрафует, но невозможно так судить. Человек, заведомо сильная команда трактов, зачем помогать команде, которая и так сильнее нас, и убивать просто команду, я считаю, что это так неправильно. Если у меня есть право, я господину Цыплакову хочу сказать, что он в нашем матче больше не суден. Все, спасибо. Спасибо, вопросов. Вера Михайлович, вас наказали малым штрафом именно за высказанные недовольства? Да, я считаю, что все видели, что когда на Курипану по ногам бьет, его не удаляет, а здесь он откуда выгонял, ну просто у меня нет слов. Да, я не говорю, что мы проиграли только за судейство, мы проиграли сами себе. Ошибки наши, детские ошибки в защите, но я еще раз хочу повторить, что так судить нельзя двойными стандартами. После удачного старта чемпионата, первых нескольких месяцев, как считаете, что сломалось в команде, почему эта серия в этом? Я считаю, что где-то в тех играх у нас росло все, вратари ловили защиту, нападение было единым кулаком. Сейчас у нас это началось с мидерщика, когда мы пропустили гол на последней минуте, и после этого где-то что-то надломилось, где-то кто-то стал меньше к себе требований относиться. Но у нас нет глубины состава, чтобы я где-то повлиял, поэтому мы выходим своими силами. Сегодня мы трех защитников потеряли, но я не знаю, как мы выйдем на следующую игру, у нас трех защитников, Канарский, Куклев и Изотов, выбыли на долгий срок. По этой серии поражений у вас к себе есть вопросы? Есть ли ваша вина? Ну, конечно, я считаю, всегда говорят, проигрывает тренер, выигрывает команда, поэтому, конечно, у меня есть вопросы. Но через это надо пройти, и у меня это дебюты главного тренера, поэтому все мы через это должны пройти. И если я выду из этой ситуации, значит, если я буду сильным тренером, нет, то грош мне цена. Дмитрий Васильевич, когда пришли в команду, в первую очередь, что постарались поменять? Что старался поменять? Ну, мы уже говорили об этом, мы на самом деле, когда пришли, то провели тест, тестирование, и команда была в не очень хорошем физическом состоянии, поэтому пытались изначально поднять физические кондиции. После этого все в совокупности, стали работать над технико-тактическими вещами, ну, естественно, где-то варьировать состав, кого-то брать, от кого-то отказываться. Работы очень много, и Герман уже сказал, что только через работу можно чего-то сейчас добиться в нашем хоккее, в современном. Поэтому приходится, заключив рукава, трудиться, и то еще раз трудиться. И хочу выразить поддержку в адрес Новокузнецка. Не поверите, действительно, сюда приезжать и играть против этой команды всегда неимоверно сложно и тяжело, потому что хорошая, добротная рабочая команда. Где-то им сейчас не хватает, может, удачи. Вратарская линия не так сильна, как в начале сезона, но, тем не менее, эта команда всегда борется от первых до последних минут, и это заставляет уважать их. Как считаете, удачно ли включение на маркинах или есть состав вот с момента их прихода? Есть вопросы по определенным моментам их игры, но в целом, да, ребята адаптируются, привыкают, вникают в ту суть дела, которую мы предъявляем, те требования. И на сегодняшний день, ну, конечно, нет предела совершенства. Мы хотим большего, но пока они нас устраивают. Назначение числового капитана принесло ли те плоды, на которые вы рассчитывали, и улучшили ли они? Ну, это такая долгоиграющая вещь, это не может определиться за 2-3-10 игр. Посмотрим до конца сезона, но сейчас Стас, это для него огромное подспорье. Он сам меняется, он никогда не был капитаном. Сейчас ему нужно быть лидером как на льду, так и в раздевалке. И для него эта роль новая, и к ней тоже нужно привыкнуть, осознать, понять. По-хорошему сейчас, да, где-то идет такая пограничная ломка, в которой он попытается выкарабкать, спобеждает и приносит нам дивиденды. Я думаю, к вам еще пару вопросов. Усерия поражений, казалось бы, команде может не помешать свежая кровь, но перестановок в составе нет в плане новых игроков? Почему методом темы не дополняются? Ну, во-первых, давайте мы работаем над этим, как и вопросом ко мне, спортивного директора, во-первых. Вы с ним общались? Ну, общаюсь я, конечно, но нет таких игроков, чтобы пришли они наши усилия. Ну, в принципе, вы знаете, что у нас ситуация с финансами, да, у нас нет таких возможностей, чтобы взять такого игрока, который сейчас на данный момент сразу начал приносить плоды. А брать на перспективу, это тоже как бы... Сейчас это, я считаю, неразумно брать. Надо брать игроков, которые вот на данный момент, вот сейчас нам помогли бы вылезти из этой ямы, к которой мы попали. Вы, как главный тренер, хотели бы, чтобы Сергей Зиновьев делал этого? Конечно, такой мастер никому не помешает, но в том же, в том же случае, давайте скажем, ну, человек уже сколько, 6 месяцев не тренировался, да? Ну, к какой он, да, я к нему хорошо отношусь, но все равно человеку надо набрать обороты. А через сколько он наберет обороты? Через 2 недели, в месяц? Это никому неизвестно, поэтому, я думаю, здесь не надо об этом разговаривать. Спасибо. 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 Спасибо.